Добрый день! Всем добрый день! Спасибо, что пришли. Расскажу немножечко сегодня о том, как мы будем давать задания. И мы рассмотрим, как их правильно поставить, кому и что вообще сделать, чтобы поручения наши, скажем так, выполнялись. Я вот, может быть, кто-то был на нашем прошлом, на моем прошлом вебинаре. У нас достаточно завязалась интересная беседа в чате. Поэтому, если вам комфортно по ходу дела задавать вопросы, вы задавайте. Я постараюсь ответить сразу. Если что-то не смогу сразу осветить в конце, более подробно расскажу. Ну и у нас была такая ситуация, когда меня немножко ругали за дурацкие примеры. Примеры я пытаюсь приводить красочные. И, может быть, они не всегда получаются жизненные. Вот. Вероятно, эту проблему я для себя решить не смог. И поэтому сегодняшние примеры могут быть тоже немножечко необычными. Поэтому, наверное, такой мой стиль придется принять и простить. Давайте немножко пройдемся по плану вебинара. Ну и, соответственно, вперед. Да, необычное запоминается лучше. Спасибо. План вебинара у нас примерно такой. Мы сначала рассмотрим, почему не выполняются наши задания. На это есть большое количество причин, но мы рассмотрим две основные. Мы также коснемся типов людей, которые получают наши задания. Разделим их на роли, типы, стили как угодно. Посмотрим несколько классификаций и сделаем правильные, я надеюсь, правильные выводы. Рассмотрим примеры плохих заданий. Попробуем сделать хорошие задания. Рассмотрим техники. Ну, не техники, скажем так, методики постановки задач, которые как раз покрывают вот эти две причины. Конечно же, как всегда, я поделюсь измеримость или измеряемость. Хороший вопрос. Ну, я почему-то использую термин измеримость. Рассмотрим полезные источники. Я всегда с удовольствием делюсь тем, что сам читаю, сам использую. И постараюсь ответить на вопросы. И, и, и. Да, я увидел у себя опечатку. Если вы видите опечатки в моей презентации, пожалуйста, не ругайтесь. Есть у меня такая одна особенность. Я путаю буквы местами. Это нормально для меня. Для вас, может быть, отнеситесь с пониманием, как у нас говорят. Ну, давайте тогда и приступаем. Так, тут сразу пошли вопросы по поводу измеримости или измеряемости. Ну, давайте, если это интересно, мы в конце постараемся к этому термину вернуться, когда я расскажу, что имел в виду. Ну, и к первому вопросу мы переходим. Так, да, сзади это мои дети рисуют. Переходим к первому вопросу, к первому, скажем так, пункту нашего вебинара. И как раз тема посвящена тому, почему наше задание выполняется неправильно. И мы видим такую хаотичную картинку с полным бардаком и прекрасный вот такой крик. Кто-нибудь сделайте красиво, а не вот это вот все. Ну, это, кстати, на самом деле очень жизненный пример, кто в компании работает, получает, выполняет задачи, вот в этом хаосе, периодически пребывает, сталкивается. Ну, вот я думаю, что это всем знакомо. И на самом деле есть две причины, почему наши задания выполняются неправильно. В первую очередь мы ставим задачи не тем людям, которые могли бы выполнить ее так, как мы ожидаем. Или речь идет о том, что исполнитель не имеет навыков или опыта выполнить задачу, или мы ставим задачу не тому типу людей. Про типы мы поговорим и это детально рассмотрим. И вторая, ну, на мой взгляд, одна из основных причин, мы ставим задачу неправильно. То есть причина не только в людях, в нас. То есть мы ставим задачу не точно, не конкретно, не структурно, да и в целом непонятно. Вот, поэтому все эти вещи мы будем рассматривать. Есть несколько видов, ну, таких, скажем так, популярных классификаций людей. Это называется по-разному. Психотипы, стили, ну, как угодно. Так, ага, вот, вот, вот. И я здесь ссылаюсь на там источники, которые дальше приведу. И, может быть, если кто-то читал и, может быть, сразу сходу видит эти четыре типа, сразу может заметить, что я использовал немножко терминологию не из источника. Постарался я обозвать эти типы таким образом, чтобы нам было понятно и описать их основные черты. Ну, давайте посмотрим. На самом деле их, наверное, больше, да, но вот выделим основные четыре. То есть все люди, которые нас окружают, их условно можно разделить по доминирующему типу исполнения или там управления. Ну, не суть важна. Это вот та основная черта, которая отличает человека от других людей. Да, сочетания типов могут встречаться, я чуть-чуть расскажу об этом. Давайте бегло обзовем и рассмотрим основные черты. Первый тип – это так называемый администратор. Зеленым мы пишем хорошую черту. И если этот тип в какой-то негатив склоняется, то уже выступает в другом качестве. То есть с одной стороны хороший первый тип называется администратор, плохой – это бюрократ. То есть это люди, которые любят порядок, у которых все записано, которым нужно время на то, чтобы разобраться в любой задаче остановки. И у них есть основные черты. Они боятся каких-то резких изменений, они любят регламенты. У них, как правило, всегда порядок на столе, на рабочем столе. Эти люди всегда приходят на работу вовремя и уходят по часам вовремя. Я думаю, вы или себя узнали, или, может быть, своих знакомых. И, соответственно, мы можем уже как бы прокидывать цепочки дальше. Мы понимаем, что такие люди хорошо выполняют одни типы заданий и абсолютно не могут справиться с другими. Рассмотрим следующий тип. Так, у меня хороший вопрос. Вы кто по образованию? Я не понимаю вопрос. Ну да, у меня есть образование лингвистическое, педагогическое. Вот. И, собственно, у нас есть еще второй психотип или стиль управления, стиль выполнения. Его можно по-русски перевести как трудоголик. Человек, который действительно самостоятельно выполняет с большой ответственностью задачи. И если вот он уж прям совсем уходит в негатив, то это становится человек-герой-одиночка, который никому не дает работать кроме себя. Как узнать такого человека? Этот человек все делает сам, с трудом делегирует задачи, он очень устает, ну и по факту усталость для него это как показатель эффективности. Когда он приходит на работу, как правило, он приходит на работу раньше всех, ну и уходит, естественно, позже всех, потому что он всегда занят и всегда ему не хватает времени. Третий тип. В источниках он называется немножко иначе, но я как бы обозвал его для нашего общего понимания креативщик. Но когда креативщик слишком увлекается, он становится генератором хаоса. Этот человек выдает огромное количество идей, причем зачастую не связанных и не структурированных, редко доводит дела до конца и быстро теряет интерес к новым проектам, к новым задачам. И когда вот он появится на работе, ну это всегда для всех сюрприз. Соответственно, мы тоже можем понимать, какие типы задач можно ему предложить. Об этом дальше поговорим. И есть интересный очень тип, так называемый кооператор. Ну и собственно, когда вот он уж совсем увлекается, он становится так называемым там подхалимом, сторонником всех и всего подряд. Ну окей, как бы если вам не нравится, вы можете покинуть или можем пообщаться. Не вопрос. Так, и что у нас кооператор? Кооператор, его хорошая черта, он может объединить людей. Может создать команду и может держать правильный настрой. Но при этом ему очень сложно сформировать свою точку зрения, потому что он прислушивается ко всем. И такая одна из его черт, что когда его спрашивают, что он думает, он спрашивает, а что думаете вы? Ну и давайте посмотрим в следующий слайд, немножко поговорим о другой классификации. Это так называемый диск. В принципе, тоже разделяется типы, психотипы людей на четыре, скажем так, на четыре области. Ну и здесь немножечко иные принципы. Я меньше придерживаюсь этой классификации, но если интересно, можете почитать, ссылочки я потом оставлю. Здесь мы делим людей там условно для нашего удобства. По цветам. Красный – это прямолинейный, честный и открытый лидер. Желтый – это как раз такой самовлюбленный инициативный креативщик. Синий – это как раз наш администратор, скептик и который любит детали. И зеленый – это терпеливый, работящий, классный помощник. В принципе, две эти схемы, они достаточно близко друг к другу соотносятся. Какую из них вы будете для себя использовать, ну, наверное, разделяйте там, сделайте выводы самостоятельно. Еще раз повторюсь, источники, где можно будет детально почитать, я оставлю в конце. Ну, давайте потихонечку возвращаться к теме заданий. И вот у нас был чуть выше вопрос. Бывают ли люди, которые, собственно, располагают, сочетают в себе несколько типов? Да, конечно, бывают. Но для нашего удобства мы, как правило, выделяем доминирующий стиль, тип, черту. Это позволит нам достаточно быстро и четко определить нужного исполнителя. Ну, или вообще понять, мы можем задачу такому человеку адресовать, или лучше не надо. И, соответственно, для различных типов, стилей, есть отдельные формы постановки задач. И вот как как раз разобраться с формой постановки задач, для того чтобы не подходили большинству типов, мы об этом чуть позже поговорим. И, конечно, ну, если вы потом ознакомитесь с источниками, вам бы неплохо определить, о какому типу или стилю относитесь вы. Ну, я приведу сейчас быстро, бегло, бегло приведу пример. Ну, допустим, если вы креативщик, да, и у вас там выстреливают, кипят, появляются постоянные идеи, и вам достаточно сложно их описать, то такие креативные идеи ни в коем случае нельзя там доверять администратору, да. Вы должны сами понимать, с какими проблемами вы столкнетесь, когда будете ставить задачу человеку другого типа, другого стиля. Ну, давайте теперь посмотрим уже, двинемся ближе к примеру. Вот мы видим пример повседневного, но очень сложного задания, да, наверное, каждый с этим сталкивался. А может быть и сам кто-то ставит такие задачи там близким друзьям. Это сообщение из чата, купи что-нибудь вкусненькое. И сейчас мы рассмотрим, как каждый из типов среагирует на такую задачу, да, и почему он, скорее всего, не справится. Как раз такие причины здесь две. То есть непонятна сама задача, но мы об этом чуть позже поговорим, да, и непонятно кому адресовано. Если такую задачу у нас получает администратор, человек, который любит порядок, не любит сюрпризы, то, как правило, такая задача поставит его в ступор. Естественно, он будет требовать точный список, количество там продуктов, вес, срок годности, состав, цена, где купить и все такое. И, конечно, со своей стороны он будет прав. То есть сюрприз приятный от такого человека получить достаточно тяжело. Опять же, купи что-нибудь вкусное, вкусненькое. Если мы встретимся, если такую задачу получит трудоголик, он честно, честно будет пытаться выполнить эту задачу. Он будет гуглить, что такое вкусненькое, да, и пытаться разобраться, что вы имели в виду. Не знаю, может быть, даже не будет отвлекать вас. При этом он пропадет, там, на часы мы его потеряем. И, конечно же, он очень сильно устанет. Поэтому для него такая задача будет, ну, практически непосильной. Креативщик, получив такое задание, конечно же, не расстроится. Но результатом вы будете, ну, наверное, удивлены. То есть он однозначно что-то купит, там, закажет оркестр, цветы, сделает все, что только хотел, потому что мы ему дали поле для творчества. Ну и при этом очень обидится, если вы скажете, что вы хотели немного не этого. И кооператор, скажем так, в такой ситуации будет вести себя, ну, привычным образом. Мы не дали ему никаких рамок и инструкций. Но при этом он будет ссылаться на мнение окружающих. То есть, вероятно, он позвонит там большому количеству знакомых, спросит, а что там вообще вкусненького среди вас и ваших знакомых имеется. Может быть, пообщается с продавцами, да, потому что это тоже достаточно энергичная личность. Но, скорее всего, купит то, что покупают все. Ну, может быть, это будет хлеб, как самый популярный товар, все его покупают. Да, окей, ну, я и как все, нормально. И мы видим, что на самом деле одну и ту же задачу люди могут выполнить или не выполнить по-разному, потому что у них разный стиль мышления, ну, и разное мироощущение. Поэтому, ставя задачу, мы должны понимать, какому типу, стилю людей она адресована. Да, 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 конечно, вот еще раз уже был вопрос, могут ли сочетаться разные стили управления. Могут быть, действительно могут. И при этом, допустим, человек, ну, есть разные пересечения. В людях редко сочетаются противоположные конфликтующие типы, да. Допустим, администратор не может быть креативщиком. Но администратор, в том числе, может быть хорошим там производителем, трудоголиком. Вот, но какая-то из черт будет доминирующей. Редко там сочетаются, успешно сочетаются в одной личности три типа, да. Но это вот что-то прямо уже из области человека-завода. И когда вот мы говорим об этом, да, я еще раз говорю, что я поделюсь источниками, мы должны понимать, какой, какому стилю, ну, в нашем случае, так как мы говорим о постановке задач, какому стилю управления мы относим себя. Да, и благодаря пониманию, этому пониманию мы осознаем, чего нам не хватает. Ну, допустим, вот если я там креативщик, я постоянно фантазирую, я понимаю, что мне не хватает системности, да, и при постановке задач мне нужно быть более внимательным к деталям. Или мне нужен человек, который будет это делать за меня, да, который сможет обуздать там мой порыв и помочь мне сделать структурированное задание. Окей, окей, давайте попробуем пройти дальше. Так вот, теперь посмотрим на само задание. Что в нем плохого? Плохого в нем, наверное, ну, наверное, все. В том плане, что нет абсолютно никакой конкретики, структуры, задачи, измеримости или измеряемости, пока не могу сказать. Вот, и здесь непонятно, что купить, непонятно, там, количество, на какую сумму, где, когда и зачем, и вообще, в принципе, ну, кстати, зачем, понятно. Хочется вкусненького, да. И мы поставили там неизмеримую задачу с неописанным результатом, да еще и непонятно, как бы, кому. Вот, поэтому, да, это пример плохого задания, и, собственно, давайте думать дальше, что с этим можно сделать. Ну, да, зачем, тоже непонятно. Ну, тут очень сложно, потому что это такой случай общий. Ну, наверное, человек, когда пишет, что он хочет что-то вкусненького, да, наверное, он хочет просто получить, но, опять же, какое-то удовлетворение, какое-то удовольствие, может быть. Хорошие, хорошие варианты, да. Вот, и, собственно, вот скриншот правильно поставленной задачи. Здесь есть конкретный пронумерованный список со штуками, с ценами, с местом, да, перекресток, это где купить. И понятно, что человека любого стиля управления или исполнения мы таким образом загоняем, ну, в хорошем смысле слова, в определенные рамки. И, то есть, действуя, скажем так, в рамках нашей вот этой конкретной измеримой задачи, у человека меньше шансов ошибиться, и с большей вероятностью он выполнит ее удовлетворительно. Купит хоть что-нибудь из списка, да, это уже успех. Вот, ну, я думаю, с этим примером, как бы, понятно, он достаточно простой. Ну, давайте потихонечку двигаться дальше. Креативщик в этом случае, естественно, ему будет очень тяжело. Ну, вы не переживайте за него, он еще что-нибудь купит, помимо списка. Как бы, все будет хорошо. Да, и есть, собственно, определенные методики постановки задач. Методики, там, системы, называйте как хотите. Это так называемый SMART. Тоже ссылочку на описание на методику я приложу в конце. Вот, здесь мы будем говорить о том, что есть пять критериев. Ну, пять – это исчерпывающее количество, которым должна, соответственно, задача, чтобы она была выполнена. При этом это актуально все пять критериев, наверное, для больших проектов, где есть несколько исполнителей, где есть, допустим, команда, есть этапы, параллельные или последовательные. И при этом, если мы опишем задачу, применяя все эти пять критериев, то у исполнителя или у группы исполнителей будет все необходимое, чтобы она свершилась. При этом нам будет абсолютно неважно, какого типа будут эти исполнители, потому что под каждый тип мы опишем конкретные требования. Ну, и так, конкретность. Конкретность – это такая вещь, ну, в общем-то, нам нужно вполне точно описать, что нам требуется. Измеримость – нам нужно объяснить, чем мы будем измерять успех задачи, да, ее результат. В каких там единицах, бананах, я не знаю, килограммах, чем угодно. Достижимость. Достижимость, ну, в некоторых случаях это важный параметр, в некоторых нет. Если мы прекрасно понимаем, как нужно выполнить задачу, и нам важен этот момент, то мы должны это описать. Если мы ставим задачу вне области своей компетенции, то достижимость можно использовать. Нам неважно, как там, грубо говоря, я не знаю, там, каким языком программист напишет программу, нам главное, чтобы она работалась. Поэтому достижимость – это такой вариативный пункт, скажем так. Так, уместность, да, ее еще там можно назвать истинность цели, актуальность. Это пункт необходимый, ну, мы сейчас позже там на примере рассмотрим. Это пункт, необходимый, наверное, больше для больших проектных задач. В нем мы описываем, а действительно то, что мы хотим, соответствует нашей цели. Приведу пример позже. И ограничение по времени – это как раз такой больной для многих пункт. Мы должны обеспечить срочность, а если это несколько этапов, то срочность, в том плане измеримость сроков, да, там, обеспечить даты, отрывки времени, в которые задачи или проект должны выполняться. Давайте каждый пункт быстренько мы пробежим, посмотрим, ну, на примерах, как это работает. Так, ну, и мы говорим теперь про конкретность. Ну, вот, допустим, примеры плохой конкретности, да, точнее ее отсутствие. Ой, пардон, пардон. Улучшить качество работы отдела. Праховый пример, да, давайте мы уточним. Допустим, в нашем случае это будет разработать систему премий и штрафов отдела. Так, вот тоже вроде благая цель, но абсолютно не конкретная – сделать наших покупателей счастливыми. Ну, вроде звучит классно, но делать непонятно, да, ввести систему скидок для пенсионеров. Ну, конкретная задача, конкретная постановка. Ну, и вот мы видим, что плохие, отсутствие конкретности – это всегда шок и проблема для исполнителя. Ну, и, собственно, для нас это всегда будет сюрприз, а как он поймут и выполнят. Вот, наличие конкретности – это, я думаю, что основной и очень важный пункт любого задания, там, поручения, как хотите называйте. Измеримость – это то, о чем мы говорили, что результат каждой задачи или каждого этапа задачи должен быть и в чем-то измерен, да, как-то оценен или оценен. Плохой вариант – дайте им все необходимое для работы. Непонятно, там, кому и что конкретно и вообще давать. Нормальный вариант. Я не говорю, что он хороший, да, я, обратите внимание, я пишу – нормальный, да, то есть лучше, чем плохо. Выдайте каждому землекопу лопату, комбинезон и две пары перчаток. Вообще прекрасно, все ясно, все очень понятно. Увеличить продажи в апреле, да, ну, вот, кто в продажах в коммерции работает, часто слышит, что срочно надо все увеличить, улучшить, там, расширить и все остальное. Это плохой вариант. Нормальный вариант будет увеличить продажи в апреле на 10% относительно апреля прошлого года. Тут вот прям сразу все ясно. Ну, и давайте потихонечку. Так, конкретная формулировка не должна давать возможности интерпретации. Ну, в большинстве случаев, да, как смотря на чего вы требуете. Да, чаще всего, да. Достижимость. Это как раз вот мы здесь говорим о тех методах, которые мы хотим, чтобы исполнитель использовал. Ну, опять же, если у нас достаточно компетенции, чтобы определять методы. Плохой пример. Как хотите, а чтобы дом построили в срок. Вот тут прям вот очень плохой пример. Да. Ну, и давайте мы этот пример разберем на примере, там, конкретного метода решения, да. Обеспечить бесперебойную поставку стройматериалов и оплачивать и переработки. Ну, то есть, если мы это обеспечим, с большей вероятностью дом построят в срок. Ну, как бы, да, мы предлагаем сразу решение, которому предлагаем исполнителю следовать. Тоже плохо. Увеличить средний чек. Непонятно. Ничего не понятно, как, что. Поэтому мы здесь сами делаем подсказку и даем какой-то определенный вектор. Увеличить средний чек за счет скидок на сопутствующие товары. Ну, и, собственно, исполнителю здесь будет достаточно просто уже ориентироваться. Вот. Ну, этот достижимость, наверное, очень важный параметр, критерий для, ну, так называемых администраторов, которым нужны детали. Так, давайте... Ой-ой-ой, улетели. Уместность, да, и можно назвать это еще раз актуальность, истинность цели. И, опять же, повторюсь, критерии важны для больших проектов, когда мы что-то требуем, да, ну, и зачастую, это, наверное, в моделях продаж очень часто бывает, да, есть там ложные возражения. Не всегда задачу, которую мы ставим, приведет к желаемому результату. Поэтому, если мы для себя определимся, будет очень хорошо. Хорошо. Ну, вот, допустим, пример плохой уместности, актуальности задачи. Нарисуем красивые баннеры с туфлями на сайте. С туфлями. Вот. Ну, как бы баннер создастся, а для чего мы его рисовали, как бы и не ясно, да. Поэтому нам нужно действительно написать, а для чего мы это делаем. Ну, потому что истинная цель будет, это нужно распродать остатки прошлой коллекции на складе. Это очень сложный параметр, да, причем есть сложности его перевода на русский язык. И, повторюсь, наверное, в нашей повседневной жизни вряд ли он там прям сильно будет, сильно мы его будем часто использовать, потому что, ну, там большие проекты мы, наверное, не часто делегируем. Или вот еще один пример. Пусть каждый сотрудник пишет отчет в конце дня. Ну, как бы пусть пишет и пишет, но для чего это делается, пока непонятно. Поэтому мы должны нормально сформулировать, скажем так, этот параметр. И вот в этом примере пусть будет так. Разработать систему учета рабочего времени для оптимизации графика работы. То есть, когда мы говорим человеку, что ты там каждый день пиши, или все твои сотрудники пишут пусть отчет в конце дня, ну, это вызывает большое там непонимание, и вообще для чего это делается. И когда мы говорим, что эти отчеты будут использованы для того, чтобы мы нормализовали ваш график работы, ну, это, собственно, уже, скажем так, увеличивает шансы правильного выполнения задачи. Так, что у нас там в учебных заведениях? Есть параметр отсутствует. Начинают вопросы. А зачем нам это делать? Ну, у многих людей возникают вопросы, зачем, да? Ну, допустим, опять же, если мы посмотрим на стили исполнителей, да, то, допустим, так, скажем так, производитель, трудоголик, он зачастую не будет задавать вопрос, а зачем что-то делать? Скорее всего, он просто будет делать до упаду. Ну, да, но у некоторых людей возникают такие вопросы. Ну, и ограничения по времени мы часто об этом говорим и зачастую не используем, потому что мы любим слово срочно, сейчас, быстро, и, как правило, это, ну, действительно не работает. Поэтому плохой пример. Срочно сделайте мобильную версию сайта. Ну, и нормальный пример. К первому июня нам нужна мобильная версия сайта для, да, и хорошо, если мы опишем для чего. И вот прямо из жизни вообще. Привези мне мой перфоратор. Ну, на самом деле, тут кучу можно привести примеров. Вот, наверное, все знают, я что-то писать не стал, сейчас вспомнил. Наверное, у всех бывало знакомым звонить и говорить, давай как-нибудь встретимся. Ну, давай, давайте, как-нибудь перезвоню, а ты мне как-нибудь напиши, и мы обязательно как-нибудь встретимся. Ну, и обычно вы никак не встречаетесь. Вот, поэтому на примере перфоратора или такой встречи можно сказать более конкретно. Сегодня после работы привези мне домой перфоратор. Или там, давай созвонимся в пятницу вечером, чтобы договориться о встрече в выходные. Все, у нас там два срока образуется, и, в принципе, всем намного проще. Вот, теперь давайте переходить дальше. Как ограничение времени для креативщика? Вот это прям вот очень тяжелый вопрос. Ему, конечно, нравится срочно. Ему нравится срочно, замечательно. В том плане, что если он разделяет идею, да, то для него важно там понимать, наверное, даже зачем больше, чем когда. Потому что если он горит идеей, он прямо сразу возьмется делать сейчас. И уже через полчаса устанет, будет делать что-то другое. Поэтому, допустим, креативщику классно поручать короткие задачи, которыми он горит, и быстро доведет их до этапа, когда можно передать дальше. Поэтому для него, наверное, это редкий случай, когда срочно сейчас горит, работает. Для остальных это, скорее всего, шок. Но там мы должны понимать, что креативщику нельзя давать рутинные задачи. Сиди месяц, изучай какую-нибудь штуку. Ну, это будет очень-очень-очень-очень тяжело. Вот, я надеюсь, там коротко по креативщику и срокам ответил. Так, и давайте немножечко сейчас в кучу соберем то, о чем мы проговорили. Кратко о постановке задач, если то. Если мы ставим задачу индивидуальному исполнителю, с которым мы знакомы, то мы, конечно, должны учитывать его тип или стиль. Мы об этом уже немножечко на примерах говорили. И учитываем контекст, информированность и способность общения. Ну, про контекст я больше говорю, насколько человек располагает информацией. И, ну, может быть, там канал связи мы должны учитывать. Сейчас дальше тоже немножко про это поговорим. И мы должны для себя, в принципе, немножко разделить, какие типы людей могут исполнять какие задачи, какие не могут. Поэтому, когда мы говорим о индивидуальном исполнителе, конечно, мы должны учитывать его стиль, контекст, ну, и желательно свой стиль, чтобы избежать возможных задач. Я сейчас прям сильно глубоко в эти стили, ну, в источнике и называются стили управления. Да, мы сейчас говорим стиль исполнения, хотя по факту это одно и то же. С этим вы можете достаточно быстро ознакомиться. И, собственно, ну, наверное, я лучше, чем автор, об этом не расскажу. И если мы ставим задачи незнакомому исполнителю или команде, то есть мы задачу отправляем куда-то вовне. Мы не знаем людей, которые будут выполнять. И, в принципе, как правило, это происходит в тех областях, где мы некомпетентны. Ну, например, я не умею, там, не знаю, там, программировать, шить, я не знаю, что угодно, строить. И поэтому я доверяю эту задачу профессионалам, людям, которые обладают компетенциями. Вот. Но мы не знаем, мы не понимаем стили управления или стили исполнения этих людей. Поэтому в этом случае нам нужно, конечно, использовать, ну, вот я написал все пять критериев постановки задач. Ну, на самом деле, как можно больше критериев постановки задач, вот по смарту, да, о чем мы говорили сейчас. Это как раз там конкретность, актуальность и все такое прочее. Ограничения по времени. Так, окей. Давайте поставим сложную задачу. Я пока ее в этом примере ковырялся, как-то его набрасывал. Я понял, что она, с одной стороны, в результате постановки получилась очень простой, но по опыту работы я скажу, что там куча сложностей возникает в таких ситуациях. И давайте немножко разберем. Ну, представим, что нам нужно заказать какой-то буклет у Design Studio. Мы, значит, ни дизайнер, ни проектировщик, ничего в этом не понимаем, ни терминов, ни методов не знаем. Но при этом результат нам как бы нужен. Более того, мы не знаем, что за люди там работают, да, мы предполагаем, что дизайнеры – это креативщики, да, ну, а это риск, это всегда риск, поэтому, конечно, их нужно определенным образом ограничивать. Поэтому мы для начала рассмотрим определенные рекомендации. Вот, наверное, все сталкивались, когда мы общаемся с человеком из сферы, в которой ничего не понимаем, он нам говорит какие-то штуки, которые мы, собственно, не можем ни возразить, ни согласиться. Чаще соглашаемся, потому что, ну, вроде умное, хорошее слово. Ну, там, допустим, программист вам начинает про какие-нибудь базы данных говорить, там, инпуты, ховеры, там, и вообще штуки, там. Ну, вы же хотите, там, актуальный фреймворк, вы говорите, да, конечно, я хочу, вот мне нравится актуальный, я не актуальный хочу, а актуальный хочу. Вот, поэтому здесь, в первую очередь, мы не используем слов, которые не понимаем, не соглашаемся со словами, которые не понимаем и разговариваем максимально просто. Человеку, исполнителю, профессионалу, достаточно просто перейти на простой язык, если он видит, быстро, точнее, достаточно быстро сможет перейти на простой язык, если видит, что вы отказываетесь, ну, по его правилам играть. Это нормально, поэтому наше задание должно содержать простые слова, понятные как можно большему кругу читателей, получателей задания. Так как мы, еще раз я проговорю, и не знаем, что за стили исполнителей нам встретятся на пути, мы должны использовать в нашем случае три из пяти критериев постановки задачи. Конкретность, измеримость и ограничение по времени. В этом конкретном примере мы будем рассматривать. Обязательно мы приложим примеры, которые нам нравятся, не нравятся, потому что мы говорим в данном случае о дизайне, да, ну, дизайн все-таки, хоть и подчиняется каким-то законам, но штука все-таки. Немного с личным восприятием. Поэтому примеры тут вот решают. И такая штука, которую я знаю, что многие из вас, ну, ладно, я не знаю, но по своей практике скажу, многие пренебрегают или стесняются использовать. Но использование простых прототипов, нарисованных, там, я не знаю, помадой на салфетке, карандашом на бумажке, там, пальцем на стекле, как в фильме, они зачастую избавляют нас от количества написания огромных там текстов, которые все равно будут непонятны, и очень сильно облегчают жизнь исполнителям. И еще важный момент. Мы должны отдать исчерпывающее количество материалов, необходимых для создания любой задачи. Все тексты, формулировки, контакты, все что угодно. Вот мы сделали какие-то, пробежали быстро по рекомендациям, и давайте теперь перейдем уже, собственно, к разработке задания по нашему примеру. Сначала мы, в общем-то, напишем, что нам нужно. А нужно нам нарисовать буклет для магазина цветов. Пока все очень просто. Но так как мы не дизайнеры, и мы не знаем там, и сверсткой не работали, мы не знаем, какого размера он нужен. Но у нас есть задача распихать его по этим почтовым ящикам. Поэтому мы честно говорим, нам нужен буклет, который поместится в почтовый ящик. Ну а там уже дизайнер, собственно, это его головная боль, как он будет это измерять. Но задание у нас уже начинает обретать какие-то конкретные формы. Вот. Дальше мы напишем пока текстом, из чего состоит, собственно, наш буклет. В нем будет 8 страниц, 4 листа типа открытки. Так, я сейчас обязательно прочитаю. То есть, как бы книжечка, да? Пока непонятная. И тут мы пытаемся уже объяснить, что первая страница – это обложка. И на ней мы разместим то-то, то-то, то-то. И напишем такой-то текст. Там со второй по седьмую страницу – это будет фото с товаров, ну, в данном случае там букет цветов с ценами, да? И, естественно, мы должны приложить все фотографии, цены и все необходимые материалы. И последняя страница – это завершающая обложка. Добрый день. Мы вроде пишем какие-то понятные для нас вещи, понятными словами, но читая каждую последующую строку, нам становится все сложнее и сложнее понять. Так что же делать-то? Это же вот как-то какие-то страницы, обложки. А он вообще человек, ну, то есть, исполнитель, читая такую штуку, думает о нас, а вот он вообще понимает, что пишет. Вот, и поэтому нам нужно здесь расставить все точки по своим местам, скажем так. И поэтому вооружаемся там карандашом, ну, чем угодно, и начинаем рисовать. Я вот воспользовался, значит, подручными средствами и нарисовал такой пример. Значит, я нарисовал обложку. Да, выглядит, конечно, ужасно, но этого я вам скажу, чаще всего вот этого уже достаточно. На обложке мы видим логотип магазина, букет цветов, надпись про скидки. Дальше тут можно догадаться, что это какая-то информация. При этом мы видим, что это первая страница, это последняя страница. И, собственно, я так нарисовал внутри. Поэтому весь предыдущий текст, сопоставляя с этими картинками, у исполнителя уже дает вполне понятную штуку. Если бы я не приложил эти картинки, результат мог быть реально любой. Мы честно старались простыми словами описать, но так как это все-таки визуализация, и связанная со вкусом еще, чаще что-то проиллюстрировать. Вот, поэтому не стесняйтесь, самое главное, не бойтесь и не ленитесь. Рисуйте, вот как получится, так получится. Если речь идет о дизайне, я не знаю, чего угодно, о сайте, о презентации, о картине, нарисуйте. Вас займет это две минуты, а исполнитель скажет вам спасибо, и результат будет примерно такой, какой вы ожидаете. Вот, дальше нужно еще добавить конкретики информации и добавить как раз ограничений по времени, чтобы мы понимали, что и исполнитель понимал, что задача рано или поздно, точнее, лучше рано свершится. Поэтому мы приложим примеры. Мне нравятся такие буклеты, прикладываем ссылки, картинки, что угодно. И очень важно сказать, ни в коем случае не делайте вот так, и приведите пример. Дальше мы опишем сроки, и здесь я достаточно детально описываю эти сроки, чтобы исполнитель понимал вообще все наши риски и почему именно так. Мы говорим о том, что ваш буклет нам нужно еще напечатать, а вообще финальный срок у нас 20-е. Потому что если вы всем скажете 20-е, то все будут 20-му в последние минуты вам сдавать. Поэтому я говорю и нажимаю на то, что нам ваш дизайн нужен уже 10-го числа. А так как вероятны согласования, то первый вариант я хочу увидеть уже 1-го числа. То есть мы поставили 3 срока, все понимают, как мы будем жить. И вам понятно, и исполнителю понятно. И это на самом деле очень важно, когда у них есть сроки. Понятно, что все будут делать в последний момент, но у вас уже 2 есть последних момента. 1-го числа и 10-го числа. И с большей вероятностью вы не опоздаете. Ну и соответственно очень важно приложить все материалы. Ну там в любом виде. Там логотип, название, это тексты, файлы, картинки, все что угодно. Я так еще немножечко поделюсь. Вот у меня есть иногда проекты сложные, где я и нарисовать не могу, потому что много рисовать. И текстом описать тяжеловато. Я поэтому просто использую даже видео. То есть есть у меня программка, она там пишет движение мыши по монитору. Когда сложное что-то я запускаю и прям вот этот фильм скидываю исполнителю. Да, некоторые поначалу пукаются, что там он мне прислал. Но всегда заходит на ура. Поэтому если вы не стесняетесь, включите видео, объясните, запишите аудио. Ну понятно, что какие-то поясняющие вещи, потому что аудиозадание давать что-то как-то странно. Но при необходимости каких-то сложных штук можно записывать видео. Это нормально, не стесняйтесь. Главное не стесняться. Чем больше вы потратите времени на конкретизацию задания, тем ближе будет оно к ожидаемому результату. Так, и что у нас получилось? Мы достаточно четко обозначили цель, измеримость и срок. Да, здесь конкретно мы не задумывались о достижимости и уместности, потому что для этого исполнителя параметры неважные. Им как бы все равно, как вы с этим будете дальше жить. Я про уместность сейчас говорю. А достижимость, ну это как бы и хлеб, потому что методы, которыми они пользуются, какими программами, методиками нас сейчас не волнуют. Мы старались писать просто и понятно, благодаря чему задание читается там. Ну действительно достаточно просто. Мы предложили все материалы и примеры, и заложили сроки согласований. Поэтому, ну, такое задание, хоть оно и выглядит просто, да, местами даже, как вам сказать-то, мне сложно даже подобрать. Сейчас я на вопрос отвечу. В общем, оно излишне просто выглядит и где-то там по-детски может быть, но тем не менее, вероятность, что его поймут намного больше, чем если вы будете умничать. Да. К какому возрасту складываются типы исполнителей? Вот это классный вопрос. Ну, мы как бы знаем, да, что они формируются там, что ли, личность закладывается там до трех лет, да, как бы так развивается и может влиять там вплоть до окончания лет. Но по факту мы сейчас говорим о взрослых людях, которым мы можем поручить задания. Детям немножечко по-другому, да, там, и это, наверное, не ко мне. Вот. Мы говорим о постановке задач людям, у которых уже стили управления, исполнения сформировались. Вот. По поводу возраста, опять же, в книжке можно будет почитать, я ссылочку отдам. Ну, вопрос классный, но я не возьмусь точно ответить. Ну, потому что это не мое. Так, давайте быстренько еще рассмотрим советы, которые, ну, собственно, я уже там проговаривал походу, и, ну, нужно еще раз закрепить. Когда вы ставите задание, неважно в какой сфере, какому исполнителю, пожалуйста, откажитесь от абстрактных каких-то слов и понятий. Там, красивый, удобный, приятный, там, благолепный, образовательное благо, вот что-то вот такое, эффективность. Эти вещи очень тяжело измерить и понять, и они у каждого свои. Поэтому пишите достаточно конкретно, там, красный, прямоугольный, трехметровый, а лучше еще и там, как у конкурента, да, и приложите ссылочку. Измеримость очень важна. Да, если вам трудно описать словами, не тратите время, сфотографируйте, нарисуйте и снимите видео, не стесняйтесь. Вот это вот прям важно. Не стесняйтесь, это, я считаю, прям очень важно. Еще важный момент. Не ждите магии. Ну, мы как считаем, вот там программисты, они могут все, или дизайнеры, они такие дизайнеры, и поэтому очень классно нарисуют. Ну, они, как бы, мысли наши не читают, да, поэтому недоописанные задания, они, конечно, если на креативщика попадете, сами додумают, но результат будет отличаться. Поэтому не ждите магии, вложитесь в описание задачи, тогда она будет выполнена близко к ожиданиям. И учитывайте стиль, если вы работаете индивидуально, исполнителя, да, не поручайте администратору креатив, да, трудоголику, ну, я, давайте еще раз пробежим, администратор человек, который любит порядок, не любит сюрпризы, и креатив для него, это вот очень плохо, он точно не справится, и, кстати, будет не виноват, будет виноваты будете вы, потому что не тому человеку поручили задачу. Вот. Трудоголику нельзя доверять управлению, там, командой или проектом. Объясню, почему. Потому что трудоголик, производитель, так называемый, это очень хороший исполнитель. И когда вы такому человеку ставите его руководителем над другими людьми, он все пытается сделать сам. Им очень сложно поручить какие-то даже небольшие вещи другим людям, потому что он думает, что справится лучше. Вот. Поэтому управление и, там, какой-то менеджмент, трудоголику поручать точно нельзя. Креативщику нельзя поручать отчеты, бухгалтерию, какие-то долгие штуки, потому что, ну, вы сами понимаете, человек быстро устает, ничего не доводит до конца, и, скорее всего, загорится в начале, а потом, когда подожмут сроки, что-то быстренько доделает, вот, чтобы вас не подвести. Это в лучшем случае. Ну, и результат, собственно, вас, наверное, расстроит. Да, тут все спрашивают, а что тогда креативщику-то поручать, поручать? Ну, как бы, зачем он вообще нужен-то такой, если он ничего до конца не доделывает? Ну, на самом деле, креативщик – это очень ценный член команды, поэтому очень классно таких людей привлекать к обсуждению, к начальному проектированию, вот, и к долгосрочному планированию. То есть, а что будет через пять лет? Ну, скорее всего, администратор скажет, там будет все то же самое, что сейчас только там график куда-нибудь поползет, а креативщик предложит вам кучу вариантов. Вот, поэтому эти люди нужны, эти люди важны. И кооператор – это классный человек, который может объединить вокруг себя команду, замотивировать, зажечь, может помочь как раз исполнителю, или, если он руководитель, может помочь исполнителю понять и разделить задачу, но являясь, скажем так, исполнителем, нам не нужно возлагать на него принятие индивидуальных решений, для него это всегда больно. Вот, давайте тогда теперь потихонечку пойдем дальше. Теперь полезные материалы. О том, значит, вот про пять критериев постановки, или пять принципов, не знаю, как назвать, как хотите, постановки задач. Эта система называется SMART. Я предлагаю вот здесь презентацию статью на Википедию, а из статьи по Википедии есть куча дополнительных ссылок, где вы можете все почитать. История этой методики очень большая, там что-то еле 50 уже, но тем не менее она очень актуальна. Поэтому вот мы бегло пробежали по пяти критериям, но как там это используется в проектной работе или в постановке задач, можете почитать более конкретно. Типы личности по диск. Это как раз когда мы делили людей на цвета, там желтый, красный, зеленый и синий. Тоже очень интересная методика. Для кого-то удобнее по цветам определиться, кому-то удобнее по типам исполнения или управления. Еще одна ссылка, это как раз четыре типа управления. Код Адизиса, так называется. Здесь прямо у него куча источников. И если вам сильно интересно, вы могли бы более детально ознакомиться, прочитав книгу «Идеальный руководитель» или вот, ну это прям вот очень классно. Или же, а лучше и, я бы советовал на фоне того, что сейчас у нас происходит, конечно, почитать книгу «Союз непохожих». Вот она в нашем интернет-магазине есть, там ссылка имеется. Здесь мы говорим о том, в этой книге рассказывается о том, как людям с разными стилями ужиться в рамках одной семьи. Потому что автор рассматривает это все-таки как предприятие. И как раз все мы видели семейный пример, купи что-нибудь вкусненькое. А на фоне того, как многие из нас сейчас сидят дома, статистика говорит о том, что семьи, значит, рушатся, разводы растут. И, собственно, такая для семьи непростая у нас наступила пора. Поэтому как раз самое время разобраться, кто из вас кто. Научиться правильно давать задания, понимать, дополнять друг друга. Вот. Так, презентацию, я так понял, она у нас лежит. Ну и, в принципе, наверное, на сегодня у меня все. Если есть у вас вопросы, пожалуйста, задайте. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Да, да, здорово. Спасибо. Татьяна Викторовна, пожалуйста, примите у меня слово. Да, ну вот у нас финальное слово должна Татьяна Викторовна провести. Вот, наверное, прислать какие-то полезные ссылки. К сожалению, у меня такой информации нет. Вот, поэтому я вместе с вами подожду. Спасибо. 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 Продолжение следует...